В минувший выходной Урал находился во власти стихии. В Челябинской и Свердловской областях сильные порывы ветра валили деревья, срывали рекламные щиты, поднимали кровли в воздух. В результате в соседнем регионе случилась гибель человека. На Южном Урале, к счастью, обошлось без жертв. Отделались несколькими пострадавшими, понесли только материальные потери. Прошедший шквалистый ветер сильно нас не затронул. Досталось больше Еткульскому району, Коркинскому. В Копейске в результате сильных порывов ветра были обрушены части деревьев, ветки деревьев. Скажем так, в результате вот этого падения веток деревьев были оборваны провода. Фотографии и видео последствий стихии копейчане выкладывали в интернет. В социальных сетях активно обсуждали отключение электричества и делились телефонами оперативных служб. Поступило в ЕДДС городского округа 630 сообщений как от населения, так и от предприятий городского округа. В результате шквалистого ветра во второй половине дня, 3 июня, остались без электричества центр городского округа, поселок Горняк, поселок Потанин, Божова, Северный Рудник, Вахрушево, Кадровик, второй участок, четвертый участок, поселки Шахты 201, 20-й Шахты, 205-й Шахты, поселок Старокамышинск. Вся информация, которая поступала к нам, обобщалась и поступала в службы жизнеобеспечения городского округа. В основном это были городские, копеевские городские электрические сети и АЭС Инвест, организация, которая также занимается электросомышлением городского округа. Они уже оперативно реагировали? Да, то есть данные службы работали в усиленном режиме, то есть было увеличено количество аварийно-восстановительных бригад и практически к 6 утра, вернее, 4 июня, где-то на 70-80% аварии были устранены. Электроэнергия поступила в те дома, которые остались без электричества. 5 июня сильный ветер продолжал ломать ветки деревьев. Штормовое предупреждение на территории Челябинской области продлено. По данным Челябинского гидрометеоцентра, в связи с прохождением атмосферных фронтов, в ряде районов вероятны сильные дожди с грозами, град, а также шквалистые усиления ветра при грозах до 30 метров в секунду. В случае, если шквалистый ветер повторится, желательно находиться где-то дома. Если вы дома находитесь, то находиться где-то в центральной комнате, подальше от окон, потому что в окно может где-то кусок шифера или профлиста прилететь. Ветер очень сильный, до 30 метров доходил. Если где-то на открытом пространстве, значит, постараться не находиться под деревьями опасно находиться, где-то у зданий находиться опасно. Лучше это какая-то канава использовать в качестве укрытия, лечь в нее, укрыть голову руками. Если есть какие-то входы в подвальное помещение, обязательно использовать их там, скажем так, более-менее безопасно. Сейчас на территории Копейского городского округа продолжает действовать режим повышенной готовности. Службы оперативного реагирования экстренно устраняют последствия стихии.